У нас недельная глава это Лех-Леха, если так это перевести, отправляйся в дорогу. Но я сделаю несколько вступлений. Во-первых, я вам сказал, что моя система это преподавание Раши, объяснение Раши. И тут два важных момента. Я стараюсь ничего не говорить от себя. Я так думаю и все, это опасно. На самом деле, хотя я сторонник свободного творчества, но в области преподавания и изучения Тары от себя это очень сомнительно. Потому что ведь кто знает, может быть ты неправильно понял, неправильно изучил. Поэтому самый главный авторитет это Раби Шломо Ицхаки. И просто у него, вот я купил, у меня есть такой пятитомник, называется «Простое объяснение Раши». Но если там разобраться, представьте себе, что это вместо одной книги из-за пяти составных шестей Тары, есть пятитомник на каждой отдельной естественной. И там как бы совсем непросто. Но объясняет, и что он объясняет, то, что я вам стараюсь объяснить, это то, как Раши на основании Талмуда и Медража пришел к своим комментариям. Понимаете? В этом ценности к комментарию Раши. Если мы говорим так, что мы все сторонники, я надеюсь, научного подхода. Правильно? Да, пожалуйста. Можно я либо что-то замечать? Пожалуйста. С учетом того, что Раши писал так, что его пятилетняя дочь понимала его комментарии, заявление в нашем времени книги «Простое объяснение Раши» показывает на степень. На степень у моей этой дочки, что она понимала. Ну, у него дочке учили вообще еще и Талмуд. Так же на степень у нашей была. Да, да. Не, ну, вы знаете, скажем так, я ведь тоже довольно много времени учил Тару и все. И по-прежнему, когда я учу Раши, я как бы не сразу понимаю. Мне помогает много, когда я прихожу к первоисточникам. Здесь ценность этой книги, что прямо приводит источник. Источник – это Талмуд и Медраж. И вот вторая важность. Мы здесь в основном или учим уже в классах Талмуд, или готовимся, как бы в начальном классе. А поэтому, когда мы учим Раши и объяснение, это, по сути дела, вступление в Талмуд. Потому что ведь, как бы, ход мыслей Талмуда мы знаем, все читаем с утра. Это 13 принципов Раби Ишмаэля, на основании которого Тора не дрешит. Не дрешит, то есть комментируется и объясняется. И здесь все это заложено. 13 принципов, скажем, что такое Кальва-Хомер. Раша пользуется этим принципом Кальва-Хомер. Но не он сам, а вот Медраж или Гемора, который хочет объяснить, объясняет на принципе Кальва-Хомер. Или Кзера-Шаба. Что такое Кзера-Шаба? Это уже принцип Талмудический Кзера-Шаба. То есть это сравнение двух одинаковых выражений, которые найдены в разных частях Торы. Если в одной части Торы это выражение непонятно, а в другом оно понятно, просто как в математике подставляем понятное, непонятное в понятное, получаем объяснение. Это Кзера-Шаба и так далее и подобное. Поэтому в этом ценность, когда вы приходите на мой урок, на самом деле для меня это в значительной степени вводный курс в изучении Талмуда. Входить в способ мышления и анализа текста наших мудрецов. И, естественно, как я говорю, это способ научиться думать по-еврейски. Но на самом деле мы думаем по-еврейски. Думать это кого-нибудь обхитрить, объегорить, смухлевать. Это так. Самая еврейская мысль, наши предки, которые жили, скажем, 2000 лет назад, 1000 лет назад, когда они воспринимали или слышали какие-то вещи, они анализировали, их понимали несколько по-другому, чем мы выходцы, скажем, из Российской империи. Вот, правда, тут из Украинской империи, но в целом примерно тот же самый образ мыслей. А ведь наши предки думали не так. Это как бы, когда мы говорим о ассимиляции, о том, что нам компостировали, обработали мозги. Это один из направлений влияния на нас, что мы не думаем, как думали наши предки. И в этом смысле это тоже какой-то датикон или водный курс, то, как начать думать по-еврейски. Есть ли русское издание? На русском языке что-то? Нет, еще до сих пор не переведено. Вот, а вы знаете, есть еще одна интересная книга, которой я пользуюсь. Это Парашат Шавуа, объяснение на Парашат Шавуа, изданное Раби Илья Укитов. Кто знает это имя Илья Укитов? Это, так называется, книга нашего наследия. На иврите называется Сефер Тадуа. Так вот, по-моему, гораздо более классический труд. Это Петитомник. Его комментариев на весь хумаж, который он собрал снова на основании, как правило, мидраж, мидраж-зор, каббала и хасидские высказывания. То есть те, кто хотят быть хасидами, вот они должны учить тарупу, вот он вот, как бы, по-хасидски, хасидский образ мышления, понимание вещей по хасидуту. И вообще там есть очень многие вещи, которые просто впервые Раб Илья Укитов открыл мне глаза. Например, и вот Саша, и я думаю, Лазар тоже это еще помнят, что есть какая-то самая система изложения или система подачи того, что происходило с Израилем, с сыновьями Израиля, когда они пришли к горе Синайской. Вот вдруг мы узнаем при его помощи, что на самом деле пришли к горе Синайской первого Сивана, да, а получили тару седьмого Сивана. Все. А на самом деле он показывает на основании снова анализа текстов, что каждый день с первого до седьмого происходили очень важные вещи, да, которые на самом деле являются основополагающими и в не меньшей степени важны, чем все, что происходит дальше. На основании того же анализа мы четко понимаем, на самом деле это написано в книгах, но мы как-то не извлекли, что на самом деле Моша Рабейну получал тару сколько раз, Лазар? Или в какой раз он поднимался на гору Синайскую? Три раза, три раза, да, 120 дней, а мы-то думали 40 дней, да? Да, скажали два раза. Да, и последний день, когда он принес тару народу Израиля, это был какой день? Йом-Кипур, Йом-Кипур. Поэтому, когда иногда говорят, ага же, вот мы празднуем Симхат Тура, а на самом деле Симхат Тура надо было праздновать на живот, когда принесли тару. А если мы знаем, что на самом деле тара была дарована в Йом-Кипур, а от Йом-Кипура до Симхат Тура две недели, да? И там мы узнаем, точно понимаем вдруг. Вот знаете, в этом смысле, хотя они там хасиды, вы знаете, они такие все эмоциями живут, но на самом деле это не так. Вот дает как бы четкие какие-то рамки и понятия. И получается, действительно, что как только кончился Йом-Кипур и получили тару, начали строить что? Мишкан, бейт-а-мигдаш. И когда кончили строить бейт-а-мигдаш или мишкан, что это одно и то же, совершенно уместно радоваться получению тары, Симхат Тура и так далее и подобное. Это просто как пример того, что есть книги, которые помогают нам понять периодичность происходящих событий. Построили бейт-а-мигдаш, а когда построили бейт-а-мигдаш, ва-суле мишкан, ва-шахант и бетухам, а это шкина находится. А шкина это как бы инструмент для понимания тары, если нет шкина. Но по времени это не очень совпадает, вы правы. А когда был окончательно построен Мишкан? Когда-то он подопать был. Когда это было? Вот это я плохо вас доучил. В этом году. Первая Ниссана следующего года. Точно, точно. Первая Ниссана, да? Первая Ниссана. Йомашмини, на самом деле, это восьмой день освещения Мишкана. Все эти вещи как бы, знаете, многие из нас, из вас, знают очень многие интересные рассказы про тару. Но вот фактологию знают меньше. А вот, в смысле, что когда было и как это происходило, это мало знает. Поэтому, вот я уже не знаю, может быть, из-за своего латвийского характера, у меня большая склонность именно к тому, чтобы, кроме интересных очень рассказов, медраж и прочее, знать просто, что когда было. И этим, как бы, на то я у вас не каждый день преподаю, а другие могут преподаватели внести какие-то другие элементы, а вот я постараюсь вам дать какую-то систематизацию и периодизацию происходящих событий. Потому что мы мучим историю, а история, она как бы имеет совершенно определенные рамки. И вот, значит, тем не менее, я хочу теперь по повторению мать-вечения, в прошлый раз я не все успел вам сказать, но хотел бы остановиться на двух моментах из-за раздела Брещит. Я вам сказал там, а сейчас скажу более четко, что, по сути дела, мнение мудрецов. И вот, что такое мидраж, надо еще сказать. Когда было, назад примерно появился мидраж. Мидраж появился, это участвует с ней тоже. Да, вот участвует с ней тоже. То есть, во время, примерно, конец Мишны и начального Талмуда, то есть, смешно у нас, когда началась, ну, фиксировались, я уже не знаю, когда Мишна записана и была фиксирована. Да, в 200-м году Новой Эры. Обратите внимание, Новой Эры, 200-м году Новой Эры. То есть, совсем недавно, практически 1800 лет назад, значит, была Дома Мишна, и это примерно так, я не нашел у доктора Гугеля точные сноски на другие даты. Вот, поэтому, по-моему, считаю, что время появления или фиксации мидраж, тоже как частью участвует с ней, как совершенно справедливо говорит Элазар, это примерно второй век Новой Эры. Когда мы говорим второй век, мы не имеем в виду 200 какой-то год, а мы имеем, знаете, всегда считается наоборот, скажем, 190-е это второй век, да, а 201-е это уже начало третьего века, правильно? Ну, и примерно так вот. Поэтому мидраж, о котором мы говорим, но правда мидражи появлялись или, как, скажем, оформлялись и проявлялись потом в течение длительного времени. Например, мидраж Зор, очень основательный мидраж. Говорят Зор, говорят Зор, Кабала и все. На самом деле, это тоже мидраж. Мидраж – это интересные истории, рассказы, какие-то, безусловно, там какие-то заложены глубокие смыслы. И этот мидраж был открыт только, на самом деле, в XII-XI веке Новой Эры. То есть, вот приехал какой-то еврей по фамилии Делион из Цфата и привез, а на самом деле, Делион открыл и передал этот мидраж Зор сыну Рамбана, Рабимуше бен Ахмана. И Рамбан, вот то, что пишет Рамбан в своих сочинениях про Тару и даже в Гимаре, он основывается на Кабале, на Зоре. Теперь, таким образом, видите, какой здесь распад. Есть у нас начало, что? А какая связь с Сырьянским Кабаломом? Если это Рамбан начал. Ахари появился, соответственно, у нас в XVI веке. То он пользовался существующим Кабалом и как бы еще, как бы у него были открытия, откровения и прочее. То есть, в этом случае, построено на основании мидраж Зор, это XII век. Но Рамбан уже его активно использовал. Рамбан уже активно использовал и последующие. Хотя прослеживается знание Кабалы, знание мидража еще раньше. То есть, скорее всего, мидраж был, и как очень правильно Элизар заметил, но не сразу был записан, зафиксирован. Но он существовал где-то когда-то и был поднят из глубины знаний, зафиксирован. Так же, как и Мишна, на самом деле, не Рабью, да, населить не придумал Мишну, не дай бог. Он просто зафиксировал предание мудрецов, предание, вернее, со времен Маширобейнов. То есть, представьте себе, то, что он работал с материалом во II веке новой эры, он работал с материалом, который существовал до этого еще больше тысячи лет. Как бы это, можно сказать, в этом смысле, это какой-то новый подход. Одно дело знание устное, и в какой-то момент начинает их записывать. Это новая фаза в освоении информации. Мы все сейчас живем во времена информации, мы знаем, что важно не только знать, но зафиксировать, записать, чтобы это было в доступе. Я вот, например, очень много пользуюсь изобретением нашего земляка Сережи Брина. Если мне нужна какая-то цитата, да, вот, скажем, я примерно помню высказывание в таре, но не помню точно и не помню точно, где это написано. Я просто ввожу в Google, и оно мне дает сразу точную цитату, в какой самой геморрели, в какой там части тары, и потрясающе, да. Это просто, просто хочу подемонстрировать какая-то важная фаза, что мы, как бы, передавала вся информация из уст в уста, это было здорово. То, что она передавалась, это было здорово, да. Сам факт того, что люди считали необходимым запоминать, передавать следующему поколению, а следующее поколение считало, что нужно это запомнить, заучить и передать другому. Это, на самом деле, явление из ряда вон выходящее, которое нет ни у кого из других народов, да. Когда, как бы, мы, как бы, понятно, что всякий народ любит там хвастаться какими-то своими достижениями, но это не хвастовство, это факт, да. То, что мы знаем со времен, скажем, царя Давида или царя Шауля, это тысяча лет до новой эры, да. Это зафиксировано и записано. Поищите аналог другого народа, в аналогах истории другого народа. Нет ничего подобного, да. Не в смысле презрения какого-то или заносчивости, а просто это очень интересный факт, что почему-то вот эти люди поняли и считали важным запоминать, фиктировать, передавать, а как бы, самое, тот, кто знал и помнил, да, своего рода какой-то, ну, человек, который обладает исключительными способностями запоминания, как мы знаем, не всех хорошая такая память. Были люди, у которых была гениальная память, и они пользовались авторитетом. То есть это, как бы, подстегивало молодых людей стараться вот тоже превратиться в таких носителей знаний, и они сразу получали, как бы, положение, и все, и передавался. А потом в какой-то момент перешли на следующую фазу из передачи, устной передачи, решили записать это. Это вообще было что-то из ряда, вон, уходящий. За это, как бы, не то, что один Нобель надо давать, много Нобеля надо давать, когда вдруг, скажем, человечество поняло, что память, историческую память нужно записывать. И снова не только записывать, но еще учить и передавать из уст в уста. Поэтому я так с уважением отношусь к Раше, потому что он именно действует по такому методу. Он берет из пластов, которые остались, и это подлинные пласты Медраж, это никто не стоит под сомнением. И тем не менее, теперь перейдем ко второму важному моменту. Что такое Медраж? Медраж Медражу рознь. Я, как бы, на самом деле, целая научная дисциплина, даже, скажем, в рамках верующих людей. Вы знаете, мы не любим здесь Вишеве, не любим университет. Университеты, они ломают, они, как бы, лишают веры, они все превращают в чистую, как бы, технику. Но даже в рамках верующего человека, надо сказать, что Медраж Медражу рознь, потому что название общее, а оно, как явление, очень широкое. Медраж, понятно, происходит от слова «драж», «ледрож». Ну, вы говорите, «ледрож» – это требовать. И, может быть, что-то в этом есть. Вот ко мне поступает какая-то информация, закрытая. И я встану в позу и требую от нее, чтобы она мне открылась и объяснила меня. Но я там, как бы, она говорит, мне надо уметь считать. Вы знаете, Тара с нами разговаривает. Надо только уметь услышать и понять. И надо иметь соответствующий инструментарий для того, чтобы понять, что нам говорит Тара. Как я много раз повторяю то, что написано в книге Танья. Рэбе, основатель движения Хаббат, он говорит, понимаете, вы должны, когда вы читаете Тару, вы должны переживать чтение Тары так, что Ашем говорит с вами лично. Он говорит с вами лично. И если вы настроились на такую волну услышать его, тогда вы получите Тару. А если вы это читаете как книгу, это по-прежнему остается с семи печатями. Потому что понятно, что Тара несет не только фактическую информацию, она несет какую-то глубинную информацию, то, что мы называем, скажем, энергией жизни, хьют. Если в Хасидуте есть такое выражение, как хьют. Жизненная сила. Она передает вам жизненную силу. То есть если человек, скажем, чувствует себя усталым, он может выпить, скажем, черного кофе, а он может подключиться к словам Ашема в Таре, и он даст ему эту жизненную энергию. Хьют. Если по-настоящему вы отнесетесь к Таре и будете читать, вот как бы надо провести специальный курс. Как входить в Тару? Как сделать так, чтобы Ашем с тобой лично разговаривал? Это так здорово, да? Это действительно пробуждает и создает радость и энергию и желание дальше жить. Но это, к сожалению, эта тема малоизученная. Здесь мы как бы этим и занимаемся. Но стоило бы, вот как только меня прогонят из Махона Миира, то я сразу начну заниматься самой подготовкой курса того, как надо слышать голос Ашема при чтении Тары. Это важно. Как я уже сказал вчера, на уроке Гемары говорят, что мы народ книги, да, вот. А Раб Цьюда Куксин, так Раба Абрам Ицака Кокоринов, всегда всегда говорит, вот, какая книга, о какой книге идет речь? Мы народ Тары, Тарая это не книга, да, Тарая это нечто живое. Это, для примера, я всегда привожу, я вообще не смотрел, это «Ари Поттер», там, многосерийную. Но, так, дети иногда смотрели у меня, и там есть такая картина, когда есть говорящая книга, да, я уже не знаю в какой серии, да, она соскакивает там, где-то лежит на полке, и вдруг она начинает открывать свои листы и начинает говорить, да, и обращается, и вот люди пугаются, это страшно вообще, да. Вот примерно так мы должны чувствовать. Как бы Тара открывается и начинает говорить с вами, да. И для начала, правильно, надо этого пугаться, потому что это Ират Шамаев, да, понимаем, что это не просто так вот взял своими, как бы, засаленными руками после обеда, не помыл руки и взял Тару и стал ее читать, да. Это вещь страшная, да, это какой-то огромный заряд энергии, который там заложен. Вот, кстати, это вещь, которую, конечно, надо учить и преподавать. А пока что еще два замечания по поводу, по поводу, как я уже хотел сделать, по поводу книги Брещит. Я вам сказал, что по первому комментарию Раши, помните, Раши говорит, зачем, на Саванне метраж, говорит, зачем Тара началась с описания творения мира? Надо было начать с описания заповедей. И тем самым он дает очень важное направление к пониманию Тары. Тара – это книга, которая нас учит и объясняет, как и зачем нужно выполнять заповеди. И заодно это говорит о том, что история сотворения мира – это не основная тема Тары. Тара этим занимается, между прочим. Поэтому, когда мы хотим что-то доказать, не надо даже ломать копию. О том, как точно сказано, как было сотворено, мудрецы говорят, это не основной источник знания сотворения мира, и можно даже сказать больше. А возможно, вообще-то она не ставит своей целью рассказать, как был сотворен мир. Ну, на самом деле, насколько это важно? Ведь нам очень важно понять, как мы, скажем, должны уважать друг друга как людей, как мы должны относиться к Таре и Кашему. Это очень важно. А как был сотворен мир, меня лично это мало волнует. Меня, как верующий человек, это мало волнует. Тем более, что мудрецы, Раша на основании Медраша говорит, Медрашаба говорит, это не главная цель Затай. И объясняет, как бы что, для того, чтобы сказать, что Ашем сотворил это все, и он хозяин всего. Вот это главная цель, почему Татара начинает рассказывать о сотворении мира. Сказать только одно. Он сотворил все. И это, естественно, основа нашей, одной из основ нашей веры, что Ашем является творцом всего. Ну, казалось бы, кто бы это ни знал. Но иногда в этом есть необходимость. Это первая тема, не знаю, насколько я удачно донес до вас, но как бы это стоит знать. Это очень важно понимать и знать, что Тара написана для того, чтобы мы знали, что мы должны делать в жизни, как мы должны вести, а зачем, или скажем так, сейчас мы будем читать скоро книгу Кузари, скажем так, это формулируется так. Когда Ашем, творец, сотворил нас как людей, что он от нас ожидал, что мы должны делать. Правильно? Это на самом деле самое главное. И это объясняет Тара. А как мир был сотворен, когда об этом мы узнаем? Потому что об этом написано в Таре. Тара нам рассказывает. И как инструкция к применению. Да. Вторая тема. Да, да, да. Как надо действовать? Как надо действовать? Это настолько важно, ведь знаете, есть много случаев в жизни и с нами, когда мы стоим перед какой-то проблемой и думаем, как правильно поступить. Ну вот, как бы, если мы знаем Тару, у нас как минимум есть какие-то общие инструкции, указания, как в данном случае надо действовать, да, и это очень важно в жизни. То есть, как бы, если, как бы, если бы не было такой книги, надо было бы придумать, да, что делать, как жить, вот, пожалуйста, это мы должны учить Таре. Правда, эта информация, как бы, не дается в лоб по разным причинам, да, потому что, если бы это была бы какая-то, 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 краткая инструкция, один, два, три, четыре, может быть, это не дошло бы, поэтому это все, как бы, разработано в образах, в событиях, для того, чтобы это, как бы, было бы постоянно не только запоминать, как попугай, раз, два, три, четыре, а чтобы это мы жили бы в этих образах. Вот я, например, очень часто себя переживаю, как Юсеф, знаете, это, как бы, образы старые, вот, и я, как бы, идентифицирую себя, как Юсеф, во многих случаях, и сравниваю себя с ним. Конечно, куда мне до него, но, тем не менее, вот это пример, как бы, это, как бы, наставление моей жизни, и в этом смысле, может быть, каждый из вас, да, и если не имеет, то, возможно, выберет для себя какой-то образ, с которым он наиболее близок, которым он живет, и себя чувствует, что он продолжает это. Как я рассказывал однажды на какой-то лекции в Америке, я говорю, когда меня, значит, меня изгнали из Советского Союза, как вы знаете, я сидел в Советской тюрьме, и меня изгнали из Советского Союза. И вот, значит, я описываю последний этап, когда меня вдруг взяли из, скажем, из тюрьмы в Лефортово, есть такая тюрьма в Москве, одели в красивые одежды, посадили в красивые машины, я думаю, это тогда вообще не было в Советском Союзе красивых машин, правительство ехало в Чайках, да, а вообще простые люди ехали в Волге, так я думаю, меня везли в Чайки. Я вот еду в этой Чайке, да, на Эдором, и говорю, слушайте, со мной произошло точно, что произошло с Юсефом, когда его фараон решил возвысить, правильно, взял его, он из тюрьмы, в которой он сидел, одел его в красивые одежды и посадил его на колесницу и самое, да, точно, вот, и вот, когда я рассказал это там на лекции, одна женщина подошла ко мне и говорит, что вот ты так четко переживаешь себя, как Юсефа, я сказал, это не самомнение, но согласитесь, в этом что-то есть, да, когда с тобой что-то происходит, что написано в таре, это вызывает не только, как бы, ну, какую-то гордость, самое главное, это ты начинаешь что-то понимать, какие-то глубинные, какие-то глубинные события, которые связаны с этим, да, что тебя поднимает на какую-то другую ступень, и это тебя обязывает, да, вот, ну, так, здесь кто-то учился в хаббатских ишибах, вот они сказали, когда я освободился, рэбом, Минахом Менов, передал мне указание, ты был примером для евреев в Советском Союзе, ты должен быть примером для евреев в свободном мире, как бы, знаете, я не знаю, насколько я способен это сделать, ну, вот это, как бы, вот объяснение, меня вывезли из советской тюрьмы для того, чтобы поднять меня на более высокую ступень, чтобы я был теперь примером для других, поэтому я хотел вначале пойти учиться в университет, сюда, в Юрсалимский университет, и меня приняли в университет, а когда я получил такое указание от рэба, я понял, что я должен учить старую, я подумал, как же так, мне уже было 34 года, я очень мало что знал, как я могу учить старую, мне надо работать, мне надо профессию, я хочу жениться, мне надо зарплату, кормить семью, да, ну, представьте себе, такой кризис внутренний, что на самом деле надо идти, получать специальность, работать и все, а с другой стороны, совершенно очевидно, что надо знать старую и преподавать старую, но у меня же не будет денег, с чего я буду жить, да, и я, значит, старую уже, 3-4 года, это не молодой человек, это, начинать жизнь надо, скажем, профессию 20 лет, 25 лет, 26, а в 3-4 года уже все, надо иметь профессию, надо начинать работать хорошо, это уже, но я вот принял решение, что я буду учить старую, вот я уже не знаю, насколько хорошо или плохо, я знаю, я объясняю, но в всяком случае, поймите, для меня это, было решение, и для вас, ведь на самом деле, это тоже решение, то, что вы пришли в Яшиву, и учитесь и здесь, и безусловно, для вас это должно быть каким-то, как бы, целью в жизни, понять больше, вот, изучить больше, для того, чтобы передавать другим, особенно, как вы знаете, выходцам из России, Советского Союза, это так нужно, потому что, большинство наших земляков, а их, скажем, здесь в свободном мире, да и не в свободном мире, миллионы, а вот таких молодых раввинов, как вы, им не хватает, чтобы могли объяснить на их языке, с их панталыку, так, как они понимают их словами, чтобы это лучше дошло, это от вас требуется, вы должны себе ставить эту цель, вы знаете, что у нас происходит, молодые ребята, из России тоже, они учатся в Яшивах, но они становятся израильтянами, и они уже, знаете, уже в какой-то степени пропали, есть очень много, ведь на самом деле, произошла большая революция, в этом смысле, да, Сталин бы застрелился, он хотел нас ассимилировать, он лишил нас возможности учить, все, что связано с Тарой и прочее, и вот пришли сюда ребята с советским образованием, и вдруг стали Талмиде Хахамим, знатоками Тары, но они не работают, они не способны уже говорить со своими земляками на понятном языке, а ведь это так нужно, поэтому учитесь, станете специалистами и знатоками, но научитесь говорить с людьми людским языком, так, чтобы они вас слушали и понимали, а то они скажут, ну он раввин, все это уже другой мир, вот об этом мы сейчас поговорим, скажем, для затравки я вам скажу, это очень интересный момент, из нашего раздела, недельной главы, вы знаете, что в какой-то момент творец сказал, Мошер Аббейну соверши обрезание, да, была, в это время было, Ишмайлю было 13 лет, аврааму, да, аврааму, он сказал, надо совершить обрезание, да, ну, авраам, конечно, мог бы сказать, ну, что это, как бы, это, как бы, это опасно, да, это, как бы, я не молодой человеку, у вас нету всех этих антисептических материалов, и все, но его не это волновало, рассказывая, это уже Медраж говорит о том, что Авраам Аббейну сказал, как же так, я влияю на других людей, я работаю с людьми, они меня слушают, почему, потому что я похож на них, я такой же, как они, а когда у меня будет брить мила, да, скажем, правда, это не так видно, но все будут знать, что со мной что-то такое необычное, и они от меня отойдут, будут меня сторониться, скажут, этот человек какой-то странный, необычный, я не смогу на них влиять, представьте себе, тоже вот такая дилемма, да, и он пошел советоваться, да, со своими друзьями, нужно ли ему вообще делать брить мила, то есть, смотри, человек хочет влиять и распространять стару, но он понимает, что этот момент, когда он будет выглядеть иначе, не так, как все, у него не будет возможности влиять, и вот, значит, товарищ ему сказал, не страшно, если тебе Ашем сказал, что надо сделать обрезание, он, наверное, привел во внимание и вот это обстоятельство, да, несмотря на то, что у тебя будет брить мила, ты по-прежнему сможешь влиять и на людей, которые не сделали брить мила, и вообще не похожи на тебя, и как бы вот он пошел на такой шаг, и оказалось, оказалось, да, то есть, это еще очень важный момент, когда, скажем, в какой степени я должен выглядеть, как мои, скажем, земляки из России, вот, вот когда я хожу в самое, в рубашке, в обычное, как бы и в кипе, и все, ведь это их отталкивает, правильно, а если бы я бы, был бы, как все они, скажем, ходил бы в парикет таком, чтобы не было видно, что я покрываю голову, и так сидел с ними в кабаках, там выпивал, все возможно, у меня было бы больше возможностей с ними общаться и влиять, правильно, прикидываться, что я такой, может быть, но Ашем сказал, нет, если ты явно будешь себя нанести, на себе нести эти признаки твоей принадлежности к вере, это еще более сильно влияет, если подумать, это верно, да, потому что если слишком канаешь под свояка, под своего, они не видят разницы, да, ну, это хороший парень, и все очень интересно, вот, а когда ты им даешь, как бы, противопоставляешь их образу жизни, их поведению, себя, при этом ты хороший человек, ты их уважаешь, да, ты с ними говоришь, это действует сильнее, нет, нет, как бы, я бы лично посоветовал Аврама Авину из этих соображений не делать, Бритмила, потому что важнее, на самом деле, ведь, влиять на других людей, да, а вот, оказывается, что нет, правильный совет, будьте и выглядите как верующие, ходите, вот, с большой кипой, да, с пиот, вот, и все, чтобы люди видели бы, что ты свой, и ты нормальный парень, но ты другой, да, ну, там, скажем, есть люди, которым очень, как бы, вопросы прически важны, да, поэтому, как бы, надо одеваться так, чтобы, ну, не отталкивать, тоже не важно отталкивать. Теперь, еще один момент, который я хотел сказать из-за парашот-нуах, да, так мы быстро перескочили, потому что, вот, это было все у нас, скажем, все эти праздники, и так проскочили, сразу много парашот, не успеваешь это, как бы, как бы, нормально изучить, и поговорить об этом. Парашот-нуах, понятно, мы все говорим о потопе, да, это очень важно, говорим о том, что нуах был такой и такой, но здесь есть очень важный момент, который я извлек из другого автора, вот, я, как бы, вот, Александр уже знает, у меня, как бы, одна из настольных книг, это сочинение по Хаседуту, был, был такой, Адмор и Сохачев, Сохачев это Хаседут, да, в конце 19-го, начало 20-го века, но там есть очень интересные идеи и мысли, и вот он показывает на самом деле, что все, что происходит, есть какая-то последовательность событий, я уже говорил о том, что для меня важна эта последовательность событий, ведь на самом деле у нас есть падение Адама Решона, да, что-то произошло с Адам Решоном, да, и надо, это вообще, это целая тема, которую надо учить, это, это тема, это не просто, как бы, можно сказать, в двух словах, что там произошло, что из этого следует, что можно сделать, вот, в любом случае, Адама Решон повел себя, своеобразно, и скажу, это, как бы, вот такая идея, у Адама Решона, были две возможности, идти по слову Ашема, полностью подчиняться, ему была предоставлена возможность свободы выбора, да, разбираться с, что такое дерево познания и добра и зла, самому разбираться, что хорошо и что плохо, что делать и что не делать, и он выбрал именно свободу выбора, это Хаим, как мы знаем, которую, как бы, там была, это Тара, Тара это Эцахаим, и правильно было бы, если бы он взял бы плод Эцахаим, правда, по указанию Шема, а не по своему усмотрению, тогда бы у него были бы четкие критерии, что правильно, что неправильно, а вместо этого он пошел вот по такому пути и выбрал сам, знаете, вот когда, как бы, мы снова, ну, перед нами стоит какая-то проблема и все, а мы не знаем, а что правильно, а что хорошо, а что хорошо и что плохо, в этом же смысл добра и зла, да, когда самое, на самом деле, ты оказываешься в море возможных выборов, а это хорошо, это плохо, это плохо, это хорошо, я не знаю, нету строгих критериев, вот это то, что, по сути дела, произошло с Адамом решеном, да, он пошел по пути свободного выбора, и из-за этого мы все страдаем, да, до сих пор, да, все, как бы, вы все довольны своей жизнью, все хорошо, но обычно у людей, как бы, есть всегда проблемы, да, там, если он женился с женой, с детьми, там, с заработком, с родителями, как бы, с обществом, это всегда, это все не до конца установлено, вот это путь, который выбрал из себя Адам решен, теперь, при анализе, и вот я уже не знаю, когда мы это успеем сделать, потому что это действительно, как бы, уже прошедший раздел, точно можно показать, что сказал Нахаш, да, а Нахаш, как вы знаете, от слова это, есть, говорит, Бела Мараша, говорит, кило Нахаш Бияаков, у Якова нету колдунов и кудесников, да, а вот это Нахаша, была такая какая-то сила, которая повела человека по неправильному направлению, и она ему внушила, Адама решену, внушила следующее, да, что человек, не только может быть подобен Богу, он может быть равным с ним, да, и таким образом внушил в него идею, как бы, неверия, да, пожалуй, это самый главный момент, и на самом деле, это есть четкий анализ, как это делается анализ, есть у нас четкие слова, что сказал Нахаш Хаве, да, потом, как бы, написано, что Хава, как она восприняла слова Нахаша, и что произошло, то есть, когда мы читаем, это читаем мы все равно, как какое-то литературное произведение, вот он Хахаха сказал Нахаш так, а вот самая Хава посмотрела так, на самом деле, там есть четкая информация, которую можно извлечь, и видно, что первое, что сказал Нахаш, он сказал, почему Ашем сказал, тебе не есть от древа познаний добра и зла, потому что тогда ты уподобишься ему, и ты будешь ему равен, да, и он не хочет соперников, написано открытым текстом, и на самом деле, как бы, это соблазнительно, быть похожим, не только по внешнему виду, а быть так же, как и он, решать сам, да, кто мне приказывает, почему говорит, что вот в Таре записано это нельзя, а я считаю, что это можно, а я так это сделаю, вот этот элемент, который прямо был заложен у Адама Ришона, у человека, в целом, у человеческого общества, не совсем принимать, беспрекословную волю Творца, пожалуй, это самый тяжелый удар, да, нет авторитетов, вот мы говорим, скажем, когда вы будете воспитывать своих детей, очень трудно у ребенка воспитать уважение к отцу, как можно воспитать уважение к родителям, я вам скажу, очень, как бы, простое наставление, ведите себя, как надо, прежде чем читать наставления своим детям, просто служите им примером в каждом моменте своей жизни, делайте так, как надо, и они у вас увидят, даже если они не пойдут сразу по вашему пути, у них всегда будет в памяти образ человека, который жил так, как надо, это не всегда просто, да, человеком деланный человеком в школу, да, вот именно, надо быть человеком делом, надо быть на примере слов, ну, даже учителя, вы их рассказываете, да, говорят многие слова, а потом жизнь делают по-другому, так вот, это, как бы, вам мой первый совет, живите так, как надо, иногда это не очень приятно, иногда хочешь себе позволить, что-то, что не позволено, ты же сам человек, но ты понимаешь, что, если у тебя есть дети, и даже окружающие люди, это плохой пример, потом, ты не удивляйся, что они не такие, как ты им говорил, потому что, вот, как правильно сказал Несс, говорить это слова, тоже неплохо, но если они подкреплены конкретно твоим поступком, твоими делами, твоей ежедневной жизнью, то это остается словами, и это то, что, на самом деле, Нахаш, первый удар, который он нанес человеку, он убедил его в том, что нет авторитетов, что человек, как мы говорим, ты мне не говори, я сам знаю, мы считаем, что это основа идолопоклонства, ну, вы знаете, вот это как бы идолопоклонство, это понятие, взятое из русского языка, мы на иврите, мы говорим, авуда, зара, да, как уже здесь было объяснено вчера на уроке, кажется, Несс объяснил это, да, или кто говорил, что такое зара, другое, иное, авуда, зара, то есть служба чему-то другому, авуда это служба, а как бы мы знаем вообще, как бы, служение в храме называется служба, это авуда, да, куаним, который служил в храме, они, они работают там, да, вот, это служение не тем идеалам, не тем принципам, не тем ценностям, поэтому это то, что, когда ты говоришь, ты мне не учи, я сам знаю, это что я говорю, что у меня, как бы, царь в голове, я себя сам слушаю, у меня не надо никаких богов, я сам додумывайся, это мы считаем основой отрицания, признания высшей власти, на самом деле, это основа нашей веры, что творец, который сотворил мир и нас, он оставил для нас какие-то законы и правила, по которым мы должны жить, и поэтому, если мы говорим, мы сами придумаем, придумаем себе, только на свою голову, ничего из этого хорошего, второе, это то, что, второй урон, который был нанесен, это зависть, потому что, самое, сказал, снова, сказал, Нахаш, сказал, посмотри, как приятен этот плод, вот тебе, Ашем говорит, не трогай его и не ешь от него, а на самом деле, он самое, он очень красивый, очень хороший плод, знаете, как говорят, трава на полянке у твоего соседа навсегда зеленее, а зависть, она поражает соперничество, а соперничество, это самая страшная вещь, которая может быть в отношении между людьми, вместо того, чтобы выполнять наш завет любить и уважать другого человека, если у тебя есть зависть и ты так завидуешь, ты всегда хочешь каким-то образом перескочить через него, переодолеть его, как бы победить его, это очень плохо. И это приводит к кровопролитию. По большому счету это приводит к кровопролитию. И понятно, что все эти страсти и мордасти, все эти самые вожделения и увлечения и особенно то, что сейчас как бы наши средства массовой информации, вся эта как бы упор на секс и на насилие, это тоже как бы та слабость, которая была дана Адаму Решону. Мы как бы на примере этого приводим Юсефа, коль скоро мы говорили о Юсефе. Юсеф стоял перед очень сильным соблазном. И рассказывает, Медраж рассказывает, что когда какая-то римская госпожа читала вот в таре о том, что Юсеф молодой парень, она говорит, в самом соку и такая красивая женщина ему пытается совратить, и вы говорите, что он выдержал и убежал от нее, это в сказке, этого не может быть. Так это написано, ну, самое написано Матрона, значит, это римская история, ну, значит, вот начало новой эры, или может быть, да, то есть, как бы это казалось совершенно невероятным, что человек мог устоять, молодой парень, мог устоять перед таким соблазном. У нас был свой подход, свои ценности, как бы мы знаем, что Юсефу это было трудно, и он преодолел это, а вообще это было невозможно преодолеть. И таким образом это то, что мы говорим о Гилуя Раот, вступлении в половые отношения, которые не позволены, и Шеев сказал, значит, Абуда Зара, Гилуя Рот, Чфихут Дамим, и последнее, это то, что говорят завершающие, это Эдом, да, кто такой Эдом, это Исаф, о чем известен Исаф, сказано, что он очень красиво говорил, он обманывал людей, обман, оказывается, тоже это самый страшный порог, обмануть другого, вести в заблуждение, да, называется цаядный фашот, охотился за душами людьми, да, и вот это Лашон Ара, он тоже является тем преступлением, которое селил соблазнитель Адама Решо, но каким образом, очень просто, сказал, Ашем специально тебе не говорит, или говорит тебе, чтобы ты не ел, потому что тогда ты будешь похож на него, вот он вам Лашон Ара, правильно, он говорит, а мы знаем, закон Лашон Ара, это тогда, когда кто-то тебе говорит, сам факт, что ты это слышишь и воспринимаешь, ты становишься соучастником распространения нехороших слухов, сплетен и прочее, прочее, в любом случае, это как бы, это еще стоит изучить, это для общей заставки, я хочу просто показать, что дальше история человечества является результатом вот тех слабостей, которые были в силе человека, в Адама, в момент того, когда он находился там в первый день творения. Первое сказано, что такое Дор-Энош, кто знает, что такое Дор-Энош? Дор-Эноша. Что оно, чем оно символизируется? Когда мы читаем историю появления человечества, там сказано, и потом появилось поколение Эноша, и там стали самое, называть Шем Ашем, имя Ашема. Аз, и халу, и кро, бешем Ашем. И как бы, однозначно мудрецы указывают, что это начало Абудазара. Почему? Когда ты говоришь, что, как бы, а кто такое, знаете, есть написано имя Ашема, четырехбукванные имена Ашема, написано во многих книгах, пишут, русская трансляция, или на других, да, это как бы, это принижение силы творца. У нас, у творца нет имени, это какая-то великая сила. И если даже, как я сказал, нам известно, какое-то имя, это, как правило, потому что он так проявляется в этот мир, а что есть, на самом деле он не знает. В тот момент, когда ты начинаешь говорить о нем, как о чем-то, как бы, еще об одном, скажем, физическом явлении, или каком-то явлении, это основа Абудазара. Дорый нож, таким образом, он был основой Абудазара. Потом Мабуль, потопа, который мы учили, это следующее проявление всех этих несчастья, и там сказано, что наполнилась земля, извращениями. И говорят, настолько на уровне животных, животные занимались половыми извращениями. Это, как бы, нам известно сейчас, особенно, все эти знамена и эти парады, которые происходят, на Украине происходят эти парады, как гордости, так называемые. Чего там гордиться, если ты ведешь себя, как скотина, чего же тут гордиться? Парады гордости. Смотрите, это был Мабуль. И вот здесь сразу можем заметить, было самое наказание, была какая-то самая катастрофа, что такое Мабуль. На самом деле, говорят, как правило, это сразу сравнивают с Ледниковым периодом, потому что, как вы знаете, когда началось таяние льдов, поднялись уровень морей, затопились огромные территории и просто вымерли. Это известно, как бы, из-за археологии или палеонтологии, вымерли целые виды. Вы до сих пор находят пещеры, в которых видно огромное, большие пещеры, какие-то емкости в земле, в которых видно огромное количество животных, которые бежали от этого цунами. Вы знаете, было цунами несколько, скажем, лет 7-8 назад, поднялась огромная волна на Дальнем Востоке, где-то до уровня третьего этажа. все сметал на своем пути. Вот находят следы этого события, это наука, да, просто там находят следы животных, но что интересное, да, что большинство животных, там, можно сказать, тысячи и тысячи животных, которые погибли, уничтожили, были уничтожены. В любом случае, когда мы говорим о бабуле, это не какая-то фантастика, была какая-то катастрофа всемирного порядка, да, и самое, я уже сказал, что в Таре написано, что причина этого, были две на самом деле причины, половые извращения и разбой, да, то есть, беспредел, да, кривда, кривда, это ложь, нет, она сказана, Хамас, есть в конце сказано, Хамас, это бандитизм, разбой, и мила, а зима наполнился развратом, и, и, противоестественными сношениями. А сейчас, я хочу что сказать, но мы знаем, что до сих пор осталось, да, значит, и это очень важный момент, то, что, как бы, вот, это, по хасидизму, получается так, что, хотя эти катастрофы имели место, и они несли свои цели искоренения, что-то осталось по-прежнему, то есть, до конца это не по-безидному. И то же самое, потом мы приходим, и тоже мы учили в конце раздела Нуах, это Мигдаль Бавель, да, что там находится, знаете, это понятие, что такое Мигдаль Бавель, это, то, что я вам говорю, сейчас это классика, это каждый человек должен знать, я говорю, долгий нож, построили тубашню, да, до неба, да, но там есть еще один момент, значит, а, значит, когда я вам говорю, знаете, я приведу, для примера, есть, был в мое время, такой анекдот, что кто-то составил список самых смешных анекдотов, и теперь, когда я тебе говорю, номер анекдота, ты уже начинаешь смеяться, без того, что тебе вестись, иногда, Алекс помнит, это была такая история, так, это как бы, для Абдель, вот, но когда я вам говорю, дор и нож, это понятие, вы сразу понимаете, что речь идет об основе Абудазара, идолопоклонства, если я вам говорю, мабуль, вы сразу понимаете, имеется в виду, беспредел, разбой, и извращение, половое извращение, если мы говорим, вот сейчас приходим к Мигдаль-Бавель, и правильно совершенно было сказано, построили эту башню, и что там говорит Медраж, они построили башню, и они хотели показать Ашему, не все от себя зависит, это интересно очень, то есть, признавали, как будто бы, что есть какая-то сила, но хотели показать, что мы тоже кое-чего можем, да, то есть, это в какой-то степени вера в технику, в то, что техника все решает, но мы уже прекрасно знаем, теперь, если так говорить, в этой области, что мы живем в очень продвинутой поры развития техники, правильно, какая-то самая, вообще, как бы, средство коммуникации потрясающее, да, я вот у меня, дочка сейчас находится в Америке, я с ней разговариваю через WhatsApp, на расстоянии, скажем, сколько там, десятков тысяч километров, смотрю, там она мне воет с WhatsApp, показывает, как она же, но она находится в шлихуте, то есть, как в шелле, да, спасать американских евреев, неважно, вот, и другие вещи, но это, что сделало жизнь человека легче, интереснее, приятнее, слаще, ничего подобного, да, как мы знаем, как пример того, что когда мы едим хорошие и вкусные вещи, да, а там всякой гадость, она вкусная, это называется junk food, да, ешь ее вкусно и все, а из этой самой, потом у тебя из-за этого появляются все заболевания, то есть, техника, вот, которую они хотели победить, построить эту башню, скажем, я не знаю, сейчас в Дубае, где-то построили, кажется, почти что до километра эту башню, да, что похожее, ничего не решает, но главное там, это как бы в смысле символов, которые заложены в понятии в Вавилонской башни, понятно, с одной стороны, это видно, как будто бы они бросают в Изабашему, но это уже было, потому что это дор и нож, а там сказано, что при строительстве этой башни были человеческие жертвы, и они на это не обращали внимания, то есть, ради достижения техники и технологии, не обращают жизнь до жертвы людей, и это называется преступление кровопролитие, да, в целом, это как бы, получается так, что ради цели можно убивать, да, ради технической цели, вы знаете, когда это самое, в Советском Союзе, безусловно, все эти космические исследования, и все атомные исследования, они стоили огромного количества жизни, вот у нас здесь на выезде из Иерусалима, второй выезд называется, если вы обратили внимание, Сахаров, да, а Сахаров, это что, это какое-то самое, фамилия, что это, Академик Сахаров, да, и это как бы, к чести народа Израиля, я думаю, единственное место, где в Израиле, в мире, где имя Сахарова, ну, кроме России, возможно, там есть тоже какие-то памятники, Академик Сахаров, отец, по-моему, водородной бомбы, да, в Советском Союзе, когда он понял, что государство и власть советская хочет использовать эту водородную бомбу для того, чтобы угрожать человечеству, он раскаялся, что он создал эти водородные бомбы. Ну, в Арберт-Нобел, что он создал макарал Арберт-Нобел, он создал динамит, а я зашмашу мета, за сука, това, бейтон, что иные, а я это Арберт-Нобел, а са динамит, неергуха, месрел, да, 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 страшно. ухо, он решил теперь исправить свою ошибку, но как правило, такие ошибки трудно исправить. В любом случае, это вот конкретный пример, когда ради достижения науки и техники жертвы с человеческими жизнями, я уже не говорю про воины, поэтому, хотя правильно, что Мигдаль, Бавель, это попытка соперничать с Ашемом, и это какой-то оттенок, действительно, продолжения борьбы с властью Творца, но там, как бы, как символ, это символ того, что ради интересов человечества приносятся человеческие жертвы, да, вот говорят, вот вы в храме приносите там и самые жертвы, и все, как это нехорошо, а человеческие жертвы, которые были принесены во время Второй мировой войны, сколько там, 60 миллионов человек убило, да, это страшные жертвы, а это как? да, причем это же было сделано во имя каких-то идеологий и убеждений, это же не просто так, пришли каннибалы и стали резать налево и направо, это было сделано Сталином и Гитлером во имя каких-то великих идеологий и убеждений, вот это самое греха Бавеля, и самое последнее, спрашиваю, а где четвертое? Ну, преступление это, как символ, это Содом, потому что сказано, про Содом, сказано, это мы будем еще учить, там сказано, а преступления в Содоме были наоборот, это лицемерие, это вранье, это, в любом случае, как бы, эту тему не очень разработан, но как символ, Содом, это как бы квинтэссенция, все вместе, все было до этого, это, да, то есть, самое страшное, это когда все вместе, и как пример, мы приводим слово, средства массовой информации, мы говорим, что когда смотришь какие-то передачи, они работают, знаете, в свое время, я не знаю, как сейчас, но определили, что когда кадры кинофильмов показывают с определенной скоростью, они попадают в твое подсознание, без того, что ты отдаешь об этом отчет, да, вот, я не знаю, просто как пример того, насколько эти средства электронной массовой информации влияют и разрушают тебя как личность, даже без того, что ты отдаешь об этом отчет, и как бы, и можешь себя спасти от этого, поэтому это вот четыре стаи, поэтому когда мы говорим, и мы кончаем на этом Парашат Нуах, это самое главное, что в разделе Нуах мы видим вот эти четыре вида страшных преступлений, которые укоренились и остались в человечестве, и теперь в оставшееся время еще об одном важном моменте Бритбейн Абитариум, да, это Парашат Лехлеха, вот здесь есть у меня я взял из книги Шмот, когда рассказывается о исходе из Египта, и там сказано, что, да, в книге Шмот, Парашат Бо сказано, что и находились в Египте и в Эр-Эск-Наан четыреста тридцать лет, четыреста тридцать лет, вот это как бы, это исходная цифра, очень важная для нас, четыреста тридцать лет, а мы говорим, как же так, да, как это может получиться, ведь на самом деле в Египте находились всего четыреста лет, правильно, ну и другие цифры, ну скажем, будем отталкиваться четырехсот лет, откуда взялось еще тридцать лет, теперь мы говорим так, ага, что когда родился Исхак, да, сколько было лета Абрама Абину, когда он пришел в Эр-Эс-Исраэль, в каком возрасте, 75 лет, да, он пришел в Эр-Эс-Исраэль 75 лет, получается так, что когда у него родился действительно Исхака, началось исчисление о четырехсот лет изгнания, потому что мы, как бы, это отдельная тема, но об этом говорят, изгнание началось с того момента, сказано с момента, когда появился сын у Авраама Абину, сказано, Бритбен Абитарим, сказано, что твое семя, то есть твои потомки, начиная с Исхака, да, но на самом деле сказано не Исхака, потому что именно в Исхаке, а не в Ишмаиле, то есть на самом деле этот счет идет 400 лет, получается, что кроме того, что до того, как родился Исхак, 30 лет находились в Кнане, в стране Кнан, да, еще до этого, получается, на самом деле получается, что Бритбен Абитарим был заключен с Авраамом Абину, когда ему было 70 лет, а сказано, что он пришел Лех-Леха, когда ему было 75 лет, да, таким образом, смотрите, наша Пороша, и все это, то, что я вам говорю, это не какие-то измышления Раши говорили, оказывается, мы знаем Лех-Леха, сказал Ашем Аврааму, отправляйся в страну, в которой я тебя укажу, оставь дом отца своего, вы так бы оттуда. оказывается, теперь на основании этого подсчета, я вот так бы не очень четко вам подсчитал, но как бы примите на веру, на основании этого подсчета, что Авраам Абину пришел в страну Израиля дважды, первый раз он пришел, когда ему было 70 лет, из Харана, то есть, как бы, если реконструировать все факты, которые написаны в Таре, получается так, что Лех-Леха, указание Лех-Леха, было дано ему не в Ираке, как мы знаем, как вы знаете, мы евреи родом из Ирака, из Ура Халдийского, из Междоречия, оттуда в Ур-Каздим, это, как Тара указывает, что Авраам Абину был в Ур-Каздим, а Ур-Каздим это Ур на месте слияния район Шумера, это район слияния этих двух рек Тигра и Фред, на самом деле, практически на входе в Персидский залив, да, как на арабском называется, Шат-эль-Арам, Персидский залив, Арабский залив, они считают, что это Арабский залив, в том случае, получается так, что Авраам Абину пришел вместе с отцом, потому что Авраам Абину, как мы знаем, подвергался гонениям за свое инакомыслие, он уже больше не мог оставаться там, под властью Нимрада, и поэтому он перешел в Сирию и жил в Харане. Когда он получил это указание Лех-Леха, это было указание из Харана, из Сирии, он должен отправиться в страну, которую ему укажет Ашем. И он получил это указание 70 лет, когда ему было 70 лет. И тогда, сейчас мы почитаем, он получил основной союз, он получил основной союз между ним и Ашемом. И после этого он возвратился обратно в Харан и находился там еще 5 лет. И только на пятый год пребывания в Харане ему было сказано, а теперь окончательно вернись в страну Израиля. Таким образом, мы реконструировали историю этой главы совершенно по четким параметрам. это не какие-то, скажем, комментарии или какие-то, скажем, мудрецы сказали. Это просто, когда мы подсчитываем все даты, которые проводятся в Таре, так оно получается. Вы знаете, был такой советский инженер Ильезов Шульман, который был антисоветчиком и сионистом. Его во времена Сталина сослали в Сибирь. Первое, он сидел в лагере, потом он попал в Сибирь, поскольку он был инженером железнодорожником, то он где-то как-то занимался этим своим железнодорожным делом. И вот он, находясь там в Сибири, он думал, чем он может занять свои пустое время. Живет в какой-то тайге, ничего там нет. Он учил, давай я перепишу по фазам историю всего человечества и истории еврейского народа. И он от руки, он владел евритом, и он читал Тару, есть еще есть такое известное сочинение Седоролам «Порядок мира», тоже связанное с Талмудом, и он записал маленькими буковками, все как бы точно высчитал, но он инженер, поэтому он как бы высчитывал точно по той информации, которая содержится в Таре, точно когда родился Авраам Авину, когда он пришел, вот то, что я вам говорю, пришел из Ирака в Сирию, когда из Сирии он отправился в Исраиль первый раз, когда он отправился второй раз, эта книга издана, он приехал в Израиль, освободился из ссылки, в 70-е годы он приехал, он читал лекции здесь даже в Махом Мире, и часть его книг здесь есть, Эльеза Шульман, у меня тоже дома есть его книга, и там просто я вам как-то покажу, человек сидел, когда книгу издавали, а издала его книги, это Министерство обороны Израиля, интересно, как они согласились, да, и просто до сих пор перепечатываются его книги его почерком, то есть ты видишь этого человека его почерком, он выписывает каждую букву орфографически правильно, и там он строит таблицы, настоящие какие-то математические таблицы, показывая, что, когда было, почему я вам рассказываю, это с одной стороны, чтобы подчеркнуть, чем человек занимается, когда у него много времени, да, он составляет историю человечества, истории еврейского рода, а второе, это как бы, как бы, это то, что это разработанная, как бы, научная информация, которую ты можешь просто посмотреть и сказать, что когда было, так вот, он там это показывает, что, и поэтому, как бы, это должно у нас остаться в сознании, как точная историческая информация, что Авраам Авину, вот год, возможно, там приводится и год, когда он оставил Ирак со своим отцом, Террахом, они вместе ушли со всей семьей, потому что, как мы знаем, но вы не были в советское время, но вот доктор Зубков знает, что если преследовали одного человека, преследовали всю семью, да, поэтому надо было бежать всей семьей сразу, а никого мы не оставили в покое, вот, и они перелешили себя в Харан, на самом деле, Харан, это, ну, в районе, примерно там, где находится советская, российская военно-морская база, да, примерно так, это, это на, на юге Иссирии, и оттуда уже, в возрасте 70 лет, он первый раз отправился в экспедицию, что такое исследователь Исраи, и когда он был там, он получил указ, да, следовать путям Ашема, после этого он вернулся к отцу, и был там еще пять лет, и то, что мы читаем, лех-леха, это произошло, когда ему уже было 75 лет, да, есть один большой вопрос, как мы знаем, кто знает это выражение, мукдам, умеухар, бетура, тара не излагает события в хронологическом последовательности, как правило, да, как правило, излагает в хронологической последовательности, а иногда нет, но в любом случае дает точные даты и привязки, так что, если бы нужно, ты можешь восстановить эту хронологическую последовательность, но все равно это большой вопрос, ведь на самом деле, брить бейн-абетарим, у нас этот союз на частях животного, он написан в конце раздела лех-леха, а указание лех-леха, отправляйся, ищи эту страну, это начало этой главы, и получается так, что это брить бейн-абетарим, который написан в конце этого раздела, был раньше, чем то, что написано в начале этой главы, вы понимаете, это самое противоречие, да, снова, лех-леха, это тогда, когда ему было 75 лет, а брить бейн-абетарим, когда ему было 70 лет, я скажу так, так бы, есть много объяснений, мудрецы, брить он сделал в Ираке? Нет, нет, брить он сделал, уже когда он пришел в Арк-Исраиль, нет, нет, он пришел в самое, когда он вышел в лех-леха, он жил уже в Сирии, он не жил в Ираке, из Ирака они ушли раньше, возможно, есть какая-то дата, когда они ушли из Ирака, это было связано с преследованием его, как и инакомыслящим, он был вынужден оставить Ирак, и они переселились в Сирию, там в Сирии, скорее всего, не было какой-то власти, и эта власть, Ирака еще не доходила до Сирии. Вот в любом случае. А вот отправился он в Эрот-Исраиль первый раз, когда ему было 70 лет. И вернулся. А Лех-Леха ему было сказано, когда ему было 75 лет. В Сирии. В Сирии он отправился. Лех-Леха было ему сказано в Харане, в Сирии. И он отправился в страну Израиля. Теперь немножко поговорим о Бейн-Абитании. Почему то, что произошло позже, сказано раньше, а то, что произошло позже, что раньше произошло, Бейн-Абитарим был раньше, но написан в конце нашей главы. Я вам скажу, есть объяснение, я читал, и, по-моему, это хорошее объяснение. Главное это Лех-Леха. А потом рассказывается, на основании чего вот это указание Лех-Леха было. Когда пишется книга, говорит, сейчас мы расскажем, расскажем, что было до этого. Это как бы подготовительная фаза. Она не главная. А главное, что первый раз, на самом деле, когда Творец обратился к человеку и сказал ему, что надо делать, и этот человек это выполнил. Поэтому с этого начинается. Это как бы это краеугольный камень всего пришедшего. Лех-Леха это первый раз, когда сказал Ашем ему, как бы, Ашем обращался к Абраму Абину. Но Абрам Абину еще не принимал это как бы однозначно. В книге в разделе Бритбейн-Абитарим есть предсказание того, что произойдет. В Лех-Леха есть указание, что надо делать, и полное подчинение выполнению указанию Ашема. Поэтому в этом смысле для нас Лех-Леха больше имеет смысл, чем Бритбейн-Абитарим. Бритбейн-Абитарим союз, который был заключен, первый переход до Абрама Абину, он имеет как бы общий мировоззренческий подход, предсказание того, что будет без специальных указаний. Лех-Леха это первое указание, которое дано непосредственно человеку, и человек это выполняет. В этом его ценность. Ноха оставим это в самой. Мы уже прошли раздел Ноха. Там есть ответ на это. Я просто не хочу удивляться. Теперь немножко все-таки о Бритбейн-Абитарим. Что же произошло? Что притворяло Лех-Леха? Вот. Ну, это как бы вы знаете, я даже хочу спросить Рава Авраама, чтобы он мне дал право читать это как все эти главные темы как отдельную, как бы в отдельное время, потому что действительно тут жалко перескакивать. И он в случае говорит, с чего это начинается у нас в Бритбейн-Абитарим сказано так. В каком моменте это начинается? Рассказывается о том, что когда Ашем предсказывает в Бритбейн-Абитарим Авраама Авину, что от него произойдет большое потомство и что он будет владеть страной Израиля, здесь сказано следующее. И это я нахожусь с вами в главе 15-й Тет-Вав и страфа можно было даже начать с 15-й с страфы Алиф. Вия-Харе-Адваримаэлу после того, что произошло. Что же произошло, как бы здесь есть, как мы знаем, рассказывает о том, что произошло, это победа Авраама над царями, которые взяли в плен Лотов. И вот значит говорится о том, что Авраам Авину очень беспокоился, потому что после того, как он победил этих северных царей, которые пришли очевидно где-то из-за района Ирака, и он их победил и разбил их, он понимал, что это не конец войны, а только начало войны, и кто знает, будет ли у него возможность продолжать и побеждать. Возможно, это было, он правда при этом приписывал это, как бы приписывал тем заслугам и верности Ашему он там, который он не отказался от веры в единого Бога даже под страхом смерти у Немрода, но в любом случае он считал, что сколько могут чудеса или какие-то заслуги его как бы вызволять из несчастья, и он этого боялся. Поэтому сказано, что Ашем ему обещает, он говорит, не бойся, говорит Авраам, потому что я сделаю тебя великим народом. Да, это, скажем, вот, про чем это перег хей, перег тетвав пасух хей, тетвав пасух хей, говорит следующее, да. Или, даже скажем, я быстренько прочусь с Аллафа. Ахала дворима аэли, ая дворашем эль Авраам бемахазели и мор алтира Авраам анохимаген леха схарха арбэмэот. Да, значит, в астрофе Аллафа он говорит, не волнуйся, тебя самая будет награда за твое мужество, не бойся как бы продолжения войны и то, что эти цари, которые ты победили, будут по-прежнему воевать с тобой. Какая мне польза твоих обещаний? Я скоро умру, я уже старик, у меня нету потомства, больше ничего. Ваёмэр Авраам хэн ли лонатата зэра вэйнэй бэн вэйти дурэш ити. Сказал, у меня нету потомства, поэтому все твои обещания не играют для меня большой роли. Я старик, я умру, вот и все. Если как бы твои обещания будут иметь место, если у меня будет продолжение потомства, вэйнэй дворашем эйлавли и мор лоэрш хазэ киим ашэль ясам и нехал уяраш. Он говорит, это он говорит, тот, кто произойдет твой сын, у тебя будет сын, и он как бы унаследует тебя. Я так быстренько читаю это, потому что у нас уже время подходит к концу. Бьёцьё туахутса ваёмэр хабетна ашмайма васфарку хабим им тухали спор он вывел его наружи и сказал ему посмотри на звезды небесные, если ты способен сочетать число звезд на небе все эти галактики и все эти андромеды, андромеды, столько у тебя будет детей, такое будет у тебя потомство. Вээмин баа шэм вэхшива ло цдака. И в этом он подел. Вэхшива засчитал он ему цдака. Вот здесь как бы на этом мы сейчас кончим, но я хочу как бы обратить ваше у меня следующее. Важный момент, который важен на будущее. Вэйот цио-тоа-хуца вывел его наружи. Куда он его вывел? Понятно, он был в шатре, он его вывел наружи. Но наши мудрецы говорят, не сказано, что он находился в шатре, поэтому вывел его наружи. Откуда он его вывел? Он его вывел из-за земной сферы. Поднял Авраама над землей. Почему? И здесь вот это важное объяснение, которое мы переводим. Каждый человек, как бы мы у нас нету Мазали. У каждого человека есть какое-то созвездие, под которым он родился. Авраам Авену, так рассказывает этот же Медраж, родился под созвездием бесплодия. Знаете, есть люди, которые родились и никакие методы самые современные не помогают, он остается бесплодным. Поэтому главное, что ему сказал Ашем, что у тебя будет бесплодие, и то же самое и Сара, он сказал, у тебя будет многочисленное потомство, он сказал, этого не может быть, потому что я был у всех врачей, и они сказали, парень, ты бесплоден. Есть такие мужчины, знаете, основные мужчины, у них нету семени, или их семени не оплодотворяют. Это страшная беда, особенно в современном обществе, всякого рода заболеваний приводят в молодом возрасте к тому, что человек может осуществлять внешние, скажем, условно-половые функции, но он не оплодотворяет. То же самое может быть, скажем, примерно то, что сказал Абрам Абину, у меня не может быть потомства, потому что это мне предречено, что у меня нету потомства. И поэтому это уже Медраж говорит, вывел его и сказал ему Ашем, смотри, говорит, ты считаешь, что ты породился под звездой, которая предрекает тебе бесплодие. Но кто хозяин всех этих созвездий и звезд? Я, говорит, сейчас переставлю тебе, и окажется, что ты родился под звездой, которая как раз предрекает многоплодие. В каком моменте это мне важно? Дело в том, что есть понятие Шадай. Первое имя, с которым мы знакомимся, это имя Шадай. Потом, когда происходит из Египта, мы увидим, что Ашем ему говорит, до сих пор являлся тебе под именем Шадай, а под именем буквенным я тебе не являлся. Я объясняю, что такое Шадай. Шадай от глагола лишь дод. Вот Алик знает, что такое Шадед, это бандит, а на самом деле как бы если вы посмотрите в словаре лишь дод, это значит менять порядок. Как говорили в наше время, было ваше, стало наше. Лишь дод, лишь дод. Вот имя Шадай означает меняет существующие системы. Не создает новые системы, а меняет существующие системы. Поэтому есть такое понятие, как щедуд маарахот. Щедуд маарахот в современной лексике это значит маарахет это определенная система, щедуд маарахот. Ты перестраиваешь эту систему в зависимости от твоих потребностей. Поэтому он и называет себя и представляет Авраму Ани Эль Шадай. Я тот, который может меня не создавать. На самом деле он был и творцом существующих порядков, но в тот момент это не требовалось, было достаточно то, что только переменять существующую структуру. Он говорит я устрою так, от меня зависит, ты считаешь что ты бесплодный, все врачи тебе сказали что у тебя нет надежды, ты родился под звездой бесплодия, зависит от меня, сейчас я тебе представляю эти созвездия, с этого момента ты родился под звездой полнародия. и скажем тебе вот он предвещал Аврама Абину родоначальнику народа Израиля что мы будем многочисленные как звезды небесные. А кто на самом деле многочисленные китайцы? А мы то что нас там считают с трудом худо-бедно 13 миллионов и все но ответ такой знаете если бы мы были не многочисленными то учитывая все катастрофы все погромы от нас бы ничего давно не осталось факт что до сих пор мы существуем и везде находимся это когда-то действительно говорит о том что мы были настолько живучи и многочисленны что ничего не помогло я всегда люблю рассказывать это последняя заключающая история о том когда с венцами рассказывают в 45-м году привезли тогда вывозили уже убивать евреев ищих Словакии и вот и там очевидец говорит провели группу женщин вели газовую камеру вот Эдуард помнит это и одна из женщин чехи говорили на немецком языке обратилась и там стояли эсэсовцы она сказала вы говорит вы проиграли эту войну эх чего вы задумали уничтожить народ Израиля да мы находимся там где вы вообще и подумать не можете добраться до нас это невозможно и вот тот кто пишет говорит и было видно по мордам эсэсовцев что они знали что она говорит правду это была идея фикс народа Израиля он настолько многочисленный он так распространен по всему миру никто его не может достать то до следующего раза завтра у нас уроки морей отец рода Израиля отец израиля облаж